Так, все смотрят сейчас, все обсуждают, ну, не быть же мне, в конце концов, исключением. Кстати, да, вот пример, как бы, ну, не в тему, да, грубо говоря, но по поводу гитары. Вот когда гитара бывает в миксе, она, как бы, ну, более-менее нормально валит, кажется, да, а потом слушается, и когда, допустим, попадает голая, то, понимаешь, там вот опять всё в хлебчанском. Есть... Бывает такое, конечно. Но при этом... Ну, короче, о чём это говорит? О том, что иногда, типа, хлеб, как бы, простителен, если в миксе это нормально. Вот так. У руки вверх старая песня «Парень». Мне она, кстати, не нравится, то есть, как бы... Ну, она такая, да, у них немножко проходная получилась. Есть «Лучший парень». Вот «Лучший парень» — это классная песня. А просто «Парень» такая, не очень. Но, тем не менее, там есть, сейчас покажу, кусок с гитарой, такой рамштейнообразный. И вот там прекрасно слышал, что когда гитара идёт в миксе, ну, как бы, она... Ну, как-то там лежит. А потом есть кусочек, где эта же гитара голая. Ой, бля. Там такое ощущение, что, может, он сам играл. Сейчас будет с гитарой кусочек. Ну да, в миксе нормально. То есть, в принципе, слушабельно, да? Вот, в первом, там, как бы, сам звук, так немножко судострачный, металлзонистый, но по рубке слушабельно. Такая вот садутся, всё. И сейчас найду это место из гитары, где голая она есть. Друга, не жена, но она тебе верна. Вот, не понимаю я, и хочу тебя... Во. Ну да, пиздец. Здесь уже Мастейн, да, пошёл. Ну, хотя у Мастейна напора здесь вот эти вот квинты, да, там... Вот сама, как бы, подача, она, в принципе, более-менее. То есть, Мастейн так не пробьёт, конечно. Но вот это всё-таки шуршание, чавкание, закрёпывание... Поэтому, да, вот такие ситуации тоже бывают, что могут... Это когда мне рассказывают по поводу Slayer, да, типа... Нормально, всё, на студийке, послушайте отдельно гитару. И будут слёзы литься тоже горькие и ручьями. Ну, так это... Это же старые совсем руки вверх, типа гитара, как этот... Как это называется? 20 лет назад, наверное. С альбома «Здравствуй, это я». По-моему, это 20 лет назад. Девочки, привет. Ну чё, как вы, отдыхаете, да, расслабляетесь? А хотите, чтобы к вам присоединился молодой человек? Так, комменты. Единственная эталонная группа осталась в мире тру-металла. И вот ой нашёлся хреб. Как же дальше жить, что слушать? Всё, только Джейс. На мой взгляд, гитарный отрывок лучше, что есть в руке вверх. Держи в курсе. Давайте, пожалуйста, это слушать в наушниках от гитарного бренда. Парень плохая песня, лучший парень хороший. Это база, блядь. Адепты истинного металла. Чё, вообще, там куколдизм усмотрел где-то, короче. В руки вверх. Столетним стажем не смог тональность найти. Почему тональность вообще? Ждём накровение при прослушивании группы Мираж. Там вообще жёстко. Это не гитара, даже смайлик. Он не в курсе, что ли, смайлик. Электронные стемпы, типа гитара, смайлик. Ну и прежде, что пицца, смайлик. Син, типа, самоиграйки, поэтому и криво, скорее всего. Слышно невооружённым глазом. Чего там слышно? Что это не живая гитара? Не знаю, звучит она хлебно в любом случае, живая она или нет. Ну, я не думаю, что 20 лет назад вот так, типа, звучала неживая гитара. Сегодня такую даже нельзя, мне кажется, сделать. Нет, это живая гитара. На синтезаторе даже сегодня ничего подобного изобразить невозможно. То есть просто ебанутый хуйню высрал полную. И кучу смайликов своих, зато лобоёбских написал. То есть это, блядь, просто потеха какая-то.